Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого. Я играю с человеком под ником NoLisver. В принципе, вы могли его видеть. Я против него в ФФА турнире играл. В ФФА на шестерых, помните, где я был за Турцию, а он рядом за Англию. Ну, теперь в дуэльном турнире. Столкнёмся. Нации интересные. У меня кельты, у него Рим. Обе нации для раннего развития. Ого! Нифига себе! Но, вы знаете, я думаю, что у него тоже пустыня, просто потому что это похоже на то, что просто пустынная карта. Странная посередине, что ли? Ну, карта Перестрелка. Перестрелка. Ну, тут, конечно, есть смысл идти в Петру, но не через игру, через традицию. Вот это вот всё. Мне просто тут не дадут в Петру пойти, естественно. Знаете, какая тут проблема? Что у меня нету еды. Только вот эти озера. Может пойти... Пойти на медь поставить? Ну, от озера уходить мне нельзя. Вниз идти тут ничего интересного. Знаете, что я пойду, наверное, на медь поставлю. Выглядит так, что нормально будет, да. О, тут ещё и серебро. Нормальненько. Меня устраивает. Соперник, похоже... Да, соперник, похоже, справа. Он уже поставил город. Ну, за кельтов... Довольно простая стратегия. Выходим в их... Эти... Не знаю, стоит ли лошадей открывать, или лучше сразу майнинг открыть. В копья. Выходим в копья. Пикты. В пиктов. И напрягаем соперника за границей, потому что у пиктов плюс 20% за границей. Слушайте, ну, я вообще реально в центре карты нахожусь. На самом деле он может быть и... Слева, и справа. Я, может, даже поторопился сказать, что он... Где-то тут я вот... Ну, чуть выше середины, А если вот по отношению слева и справа, так вообще посередине. Очень странно. И у меня проблема с едой. В общем, очень серьезная проблема. О, вот он. Так, мы рядом. Вы знаете, мне вот тут даже город не хочется стать. О, он купил клетку и меня увидел. Ну, вот он уже сам мне войну объем. Ну, я сейчас встану на этих. Не знаю, правда, зачем он купил овец. Хотя я не буду становиться. Потому что тут же расти надо. Ну, видите, у него тоже пустыня. То есть, типа, у обоих офигенно под Петру. Но проблема в том, что вряд ли мы... Что он, что я в Петру пойдем. Так, знаете, мне надо города-государства найти, чтобы получить деньги и купить клетки. Поэтому побольше скаутов. Ну, смотрите, следующим ходом мне уже нечего обрабатывать. Мне нужно купить клетку. А она 65 стоит. У меня еды нету. Вот в чем проблема. Прыгнул тут где-то, да? А, вот он. Так, ну, теперь можно и... А с другой стороны, кстати, такие... Главное, где у нас города, тут куча холмов. Так, ну, а у него еда есть? А у него еда есть. Вот какая проблема. Да, слушайте. Может, надо было вместо второго скаута все-таки монумент, но чтобы быстрее культурно хотя бы столицы, границы шли. Видите, он ход потерял, потому что я там встал. Блин, где же города-государства? О, вот какой-то. О, седон я нашел первый. Так, придется эти деньги потратить, видите, на... Оазис 45 будет стоить. Уже неплохо. О, тир. Но тир я нашел не первый. Ну, где-то сверху, наверное, должен быть еще город. Так, давайте-ка после животноводства, блин, или может амбар открыть сначала. Это, наверное, амбар. О, тир. О, второе чудо. Ну, чудеса так себе. Хорошо, когда нету дисбаланса по чудесам. А, вот. Кстати, я сейчас сопру рабочего. Ну, еще один где-то. Где-то еще один. Не здесь. Ладно. О, лошадки очень неплохо. Нет, 45. Мне надо, конечно... Оазис купить. Первым делом. Все-таки он сюда пришел. Ну, где-то здесь. Хотелось бы город поставить. Наверное, вот рядом с Оазисом прямо. Редактор субтитров А. Игорь Мир. Артур А. Субтитров А. Субтитров НС. Субтитров А. поставлю, то его колясками очень легко атаковать. Так, пожалуй, на производство. Теперь амбар и пиктов строим. Можно, конечно, попытаться... Ну и что ты тут пытаешься перехватить меня? Можно, конечно, попытаться святилище и взять пантеон на пустыню? Ух ты! Уже лучники тут, но я думаю, мне важнее тут еда. У меня уже четыре жителя, блин, пока я тут туплю всячески. Субтитры сделал DimaTorzok Да, надо где-то вот тут будет город ставить. Продолжение следует... Так, давайте... Светилище, а потом начнем пиктов. Да блин! Так, где-то еще одна ГГшка должна быть. Так, давайте... Пойду-ка я... Хотя нет... Хотя да... Нет... Так, давайте... Все-таки пойду... Нападать... Так... У Сидона спер рабочего. Я думаю, светилище он не строил, так что мне вполне можно построить. Так, что мне надо? Так... Так... Такая интересная карта вообще, в принципе... Он зря ушел... С Оазиса... Хотя я, в принципе, сейчас не буду Оазис обрабатывать, у меня так неплохо стоит. Все... Все... Четыре хода... Наверно, он тут захочет город поставить... Ну ладно, я тут поставлю... Дальше пошел Сарит, но там нету ничего. Может поатаковать... Не... Лучше следующим ходом сейчас вылечится и можно поатаковать. Все-таки он взял... На пустыню... Ну ладно, я на медь возьму... Медь и железо... Могу... 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 Можешь... Могу... Поехали! так дальше коляски тут знаете коляски будут неплохо наверное вот сюда поставлю город второй окружают демоны а ну вот я говорил что он там поставит так где у меня сейчас появится посел по идее там где пиктум должен появиться нет фиг фиг вам а 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 Блин, но я не дебил, дебил конечно. Все, хана этому скауту. Ой, блин, так, раз, два, три, раз, два, три, да, печать реально. Ну, придется, наверное, вот тут на железо ставить. Придется тут на железо ставить, клепать коляски и просто в его сторону бежать. Он уже третий город поставил. Ну, кстати, правильно, надо после этого пикта построить Сеттлера лучше. Так. У меня тут, слава богу, есть места ставить, а у него проблема, что к нему подобраться легко. Если что. Да, наверное, вот тут и поставим. Еще можно вот у Чуда потом где-нибудь третий город. Ну и четвертый вот где-нибудь у мехов. Ха-ха-ха. Просто неохота, тут, конечно, вот оазисы, но неохота так далеко города ставить Так, производство, 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 все правильно, а, вот три, два хода, отлично Я, кстати, сразу и следующего могу, наверное, построить, у меня счастье нормально Так, где у нас тут медь? Да, мне, кстати, можно сходить, да, попробовать стрясти с тира, например Стира с Генуэ Рад вам напомнить, что это видео вышло при поддержке Двагис Это справочник и детальная карта городов Не обязательно отправляться в дальние места за новыми открытиями Их можно совершать и в своем городе Отправляйтесь в музей, рассматривайте интересные экспонаты и узнавайте интересные факты Информация о музеях и часах их работы есть в Двагис Так, я именно благодаря Двагис узнал, как работает московский Кремль в свою последнюю поездку Двагис, если быть точным Стреляка великая Так, стоп, хватит мне уже Пока хватит, сейчас я этого поставлю Стреляка великая Да, у тира тут Армия имеется Минус 65, блин Стреляка великая Стреляка великая Девять Ну давайте все-таки Я тут сейчас поставлю город Вот тут на холме, наверное, надо Буду обрабатывать золото И еще один можно тогда поставить Стреляка великая Стреляка великая Так, тут у нее стоит лучник Сейчас я пиктом сюда схожу Потом сюда, потом сюда прыгну И лучнику печалька будет Что он армию вообще не строит Стреляка великая Так, производство уже на нашей стороне Куда ты побежал? Пойдем тебя ловить А ты думал? Вот, вот это пространство Вот это самое главное в этой игре будет И, конечно, тут будут нужны коляски Пикты, конечно, неплохо Ну, наконец-то я с этим Скаутом Скаутом Так, куда он поведет? Ну, куда-то сюда он, конечно, поведет Прямо уж не вперед Вести Так, что тут у нас Уже плантации Так Каменную кладку я исследовал Календарь мне не нужен Вот охоту еще можно Ну, давайте вообще А, ну, как раз этого увел отсюда Хорошо Это только Меня радует Все атаковал ну два оазиса у него тут классно так у этого лечилка будет надеюсь я смогу ею воспользоваться так понятно ну вау Звучит музыка. Звучит музыка. Отлично. Друг с Сидоном. Звучит музыка. Ну, оазис дает минус 10 к защите, кстати. Так что я, конечно, стою для того, чтобы он не обрабатывал оазис, но при этом получаю штраф. Так, давайте-ка дорогу тут сделаем. Да, походу мне надо испортить отношения с Генуей, потому что рабочих катастрофически не хватает. А строить их времени у меня нету. Звучит музыка. Звучит музыка. Так, дорогу закончили. Коляски побежали. Звучит музыка. О, блин. Прикрыло. Так, ну, Анчим, я надеюсь, я взять смогу. Пускай он... Думает же у меня там вся армия отступившая. Неприятно, да, когда войска у тебя в тылу. Я его прекрасно понимаю. О. Видите, еще разграбил как раз шахты там. А где же еще один город-государство? Неужели... Ну, еще вот тут он уже... А, вот он. Надо мне сюда пиктом сбегать. Будет. Так, давайте-ка вообще отступлю вот сюда. И там буду лечиться. А. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Пришел мой последний посел... Может, вот тут действительно на холм поставить город... Так, пикты... Ну, я думаю, тремя колясками город можно будет взять... У него около столицы лошадей нету, только тут и тут... То есть у него... Если он и будет строить коляски, то они у него позже появятся... О, золотой век... Это очень в тему... Так, следующим ходом можно будет начинать атаку... Фигаси, уже религия... На сорок шестом ходу... Сто золота и пагоды... ... Продолжение следует... Тринадцать ходов, но он очень быстро. Так, чудо он никакое не строит. Вроде бы стоим тут, полечимся. Ну блин, четыре секунды оставалось. Лёша поставил город, больше секунд не осталось. Подставим скаута немножко. Отлично. 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 Все, тут хватит лечиться. Беру антиум и дорога на Рим открыта. Конечно мне надо больше лошадей, но не хочется присоединяться те лошади, хотя вот через 9 ходов. Еще Сидон мне дает юниты. Так, дайте-ка, хотя тут уже без разницы, по-моему, что строить. У меня вообще Сидон союзником, но это вряд ли. Так, ну антиум следующим ходом возьмется. Все. Ну что, смогем поменять местами или нет? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так, что у нас тут? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Да, пиктов лупасить тяжелое дело, я вам скажу. Ой, блин, походил я уже. Все, у меня все еще коляски живы до сих пор, вообще офигеть. Мне надо вот этих лошадей разграбить. Продолжение следует... Пять ходов. К этого пикта я сюда пущу лошадей грабить. Что у нас будет тут? Продолжение следует... Дублин вырос. Не может не радовать. Нет науки, правда, но не беда. Так, что у нас по армиям? Все очень неплохо. Сейчас мы вот тут... Или даже вот тут будем грабить пряности, дороги. Ну окей, я сюда встану, он не сможет вернуться обратно. Городом обстреляет. Это не сильно мне повредит на самом деле. Так, четыре хода. Туда три хода. Ну давайте пойдем. Нам надо все-таки лошадок будет приручить. Оформлась! Что-то не видно. А, кстати, аж караваны могу пускать. Из Эдинбурга в Геную и в Тир 4, ну вот, 4, чем плохо, 4 золота. В Тир 4, ну вот, 4, чем плохо, 4, ну вот, 4, ну вот, 4, ну вот, 4, ну вот, 5, ну вот, 1,2,3,2,3,2,4. Как-то он странно, по-моему, распоряжается колясками, колясками, но его дело, как всегда забываю сначала подвести генерала, а потом атаковать. Ну что, убью я этого, да, генерал моего соперника тоже появился, но мне главное тут лошадей разграбить, а потом тут лошадей разграбить. Вот у него пенальти уже застретил. Стратегические ресурсы, да ладно, блин, тут бегать еще колясками, как говорится, и бегать. Так, я его могу обстрелять. Так, когда там один ход? Подождем, ладно. Так, ладно. Так, ладно. Опять я странно походил. Блин. Ну что я? Как я странно хожу, блин. Так. 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 О, отлично. Сейчас еще две лошадки. лошадки будет. Ну, рассинхрон, что ли? Вылетел рим, загрузили сейв. Продолжим сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Блин, что там? Субтитры сделал DimaTorzok Только не надо опять рассинхрон. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, а видео вообще записывается? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добил мы его, Кель! Молодец! Ммм... То есть он тут уже обработал лошадей Да? Ладно Спасибо. 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 Что там, гг? Скорежка какая-то меня полюбила. Ну, не видите сейчас, но NoLiziver пишет мне в стиме, он считает, что тут зарешал спот, у него благовоние и серебро, а у меня серебро и медь сразу, и главное лошади. Но вы же видели, что я, во-первых, два хода шел туда, во-вторых, у меня еды практически не было. Ну и пикты, как бы кельтов оставлять в такой ситуации, не самое лучшее решение сопернику. Продолжение следует... Ну и 79 золота у него откуда-то взялось, непонятно. А, город религию принял, точно. Это у него хорошая штука на религию. Да, е-мое. Уже хотелось закончить это все. Ну, следующим ходом, я думаю, Рим возьмется. Конечно, играю я плохо, воюю я. То есть, самая главная проблема, что я хреново воюю, медленно. А это все из-за растренированности. Продолжение следует... Да ладно, еще один рассинхрон. В общем, опять повис мой соперник. Я думаю, что мы тут уже заканчивать не будем, все понятно. То есть, не будем грузить сейв. Все, на этом все. Спасибо, что досмотрели до конца. Вы слышали Лешу Халецкого. Канал Леша Играет. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. И раз вы досмотрели до конца, то у меня к вам просьба. Поставьте лайк. Вам это ничего не стоит, а мне будет приятно. И поможет распространиться моему видео. Ну и если вы хотите поделиться этим видео, то я совершенно не против, а только рад. Разместите его у себя где-нибудь в социальных сетях или просто сообщите вашим друзьям. Спасибо, что досмотрели до конца. Удачи и играйте в умные игры.